Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый. Здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый. Когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Про номер в прекрасной гостинице овача мы вам рассказали. Позавтракать с нами в этом же отеле и вспомнить Советский Союз вы уже успели. Теперь пришла пора рассказывать и про сам город Петропавловск-Камчатский. Многое о нем мы знали и сами, но все равно попросили Юлию и Виталия, представителей компании Авача Тур, которые здесь нас любезно встречали и организовывали все экскурсии, предоставить нам лучшего на Камчатке экскурсовода, чтобы нам рассказали про те детали и особенности Камчатки, о которых мы не знали. И такой экскурсовод нашелся. Это Наймушина Татьяна Алексеевна, она же преподаватель местного колледжа туризма, которая и провела нам прекрасную экскурсию по городу. Но чтобы не демонстрировать вам всю эту многочасовую экскурсию, я вкратце буду пересказывать то, что нам поведали, и говорить о том, что нам было известно и самим. И начнем мы с рассказа об Авачинской бухте, на которой и стоит город, протянувшись вдоль бухты на 20 километров. Бухта очень удобна для мореплавателей, так как она закрыта от океана горной грядой, и вход в бухту очень узкий, поэтому она недоступна гигантским океанским волнам и цунами. Во время штормов в океане бухта служит пристанищем для судов, которые заходят сюда переждать непогоду. К тому же бухта достаточно глубоководная, зафиксированная максимальная глубина 26 метров, что позволяет заходить в бухту кораблям любого, в том числе и океанского класса. Поэтому Витус Беринг со своей командой не мог пройти мимо такого прекрасного места для отдыха и базирования. Но русские открыли Авачинскую бухту еще в 1703 году. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев впоследствии граф Муравьев Амурский, который изображен на пятитысячной купюре, писал, «Я много видел портов в России и в Европе, но ничего подобного Авачинской губе не встречал». И действительно, она самой природой создана для основания здесь морского порта и города. Площадь Авачинской бухты превышает 200 квадратных километров, а точнее 215 квадратных километров. Она врезается вглубь суши на 24 километра. По утверждению самих камчадалов, Авачинская бухта способна вместить весь флот мира. По площади бухта уступает только бухте Гуанабара, на берегу которой стоит Рио-де-Жанейро. Чтобы увидеть всю бухту сразу, со всеми бухточками и мысами, уходящими в Тихий океан, нужно подняться на Мишенную или Петровскую сопку, что мы и сделали с нашим экскурсоводом. С этой возвышенности очень хорошо видно, что бухта образует гигантскую чашу, а ворота в бухту – это два мыса, безымянный и маячный. И входящие в бухту корабли встречают рядом стоящие три скалы, которые называются «Три брата» и которые являются одним из символов Камчатки. В бухте расположен и сам город с портом, и рыболовецкие колхозы со своими пристанями, и военные базы, надводных кораблей Тихоокеанского флота, бригады ракетных катеров, флотилий подводных лодок, морских частей погранвойск, отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы, и ввиду этой огромности самой бухты их практически не видно. В бухте водятся несколько видов морских звезд, ежей, пышной актини, колониальные гидроиды, губки, морские огурцы, 32 вида рыб. На островах и побережье бухты обитают десятки видов птиц. Наверное, объяснение, почему здесь Петропавловск не найдешь. Вот представляете, 18 век, парусные суда, которым надо стоять зиму в безопасном месте. И, глядя на вот эту акваторию, посмотрите, во-первых, где Тихий океан мелко, там только в одном месте глубоко. Поэтому все там ураганные волны и цунами, они там гасятся. Во-вторых, природой когда-то совершено, было совершенно потрясающее действие. Вот от этой горы откололся вот тот массив горный. И сдвинулся. И между ними еще и земная кора просела, образовав вот эту, закрытую со всех сторон акваторию. Поэтому логично, что они пришли сюда осенью 1740 года. И именно вот с этого места наш город и начался. Музей боевой славы. Щедрин был, наверное, единственным военным руководителем на Камчатке, который интересовался историей Камчатки, который многое сделал для того, чтобы эта память здесь осталась. Человек был мощный, человек, который в годы войны командовал несколькими подводными лодками, которому присвоено звание Героя Советского Союза. И вот с одним из них мы давайте познакомимся. Уважаемый любитель рок-музыки, это музей воинской славы. Первый Павел Савель-Камчатский нам проводит экскурсию. А я тут рядом служил в спортовой технике. Потом зайдем. Мы с вами сейчас находимся в сквере музея боевой славы. Отражена вся история военная, особенно военно-морская, Петропавловска со времен экспедиции Беринга. Память о событии, происшедшем в годы Второй мировой войны с подводной лодкой, отправившейся от берегов Камчатки на Западный театр военных действий. И в районе недалеко от Сан-Франциско эту лодку торпедой взрывают, торпедируют. Более 50 человек погибли. И вот уже наши военные моряки установили этот комплекс с перечнем тех, кто погиб, напутствием для будущих поколений, чтобы помнили и гибели их не прощали. Русские пришли на Камчатку с Чукотки. Вышли в ходе землепроходчивого движения, когда ясаком облагались инородцы. На Чукотке был Анадорский остров и оттуда уже на Камчатку. Поэтому первые населенные пункты русские с севера возникали. А бухта вот эта, которую мы с вами видели, она была русскими открыта в 1703 году в год образования Петербурга. И для казаков, облагавших данью и тельменов, живущих здесь, она с мореходной точки зрения никакой роли не играла. Они морем здесь не ходили, судов здесь никаких не было. Поэтому, когда Петр I стал рубить окно в Европу, у него возникла необходимость в форточку в Азию приоткрыть. Потому что даже царю не было известно, сошлась Азия с Америкой или нет. Хотя к этому времени Держнев и Попов уже этим Анианским проливом прошли, но сведения об этом где-то в приказах затерялись и не особо было известно. Поэтому Петром I была организована первая Камчатская экспедиция, которую он предложил возглавить датчанину, служившему на русском флоте, Витусу Берингу. Из Петербурга до Тихого океана два года экспедиция шла, решая задачи, которые современному человеку даже представить невозможно, как их можно было решить. Надо было пройти пешком. Последнее железоделительное производство на Урале, то есть все якоря, цепи, все, что нужно. Потом из неизвестно чего построить корабли и на них куда-то в неизвестность плыть. Вы представляете масштаб задач, который стоял перед этими людьми. И, конечно, эта первая экспедиция, совершившись по Камчатке с выходом сюда, она больших результатов не дала, в том числе и в тумане. Они не увидели. Сошлась Америка с Азией или нет. Это потом уже по широтам определили, что выходили вот сюда. Когда вернулась экспедиция, опять-таки вот этим же путем назад было принято решение о проведении второй Камчатской экспедиции, которую тоже Берингу предложили возглавлять. Третий раз идет со всем этим делом. Строятся корабли уже на берегу Охотского моря классом поболее, чем первый кораблик, бот, длиной там чуть больше 10 метров. Это сейчас на лодках на таких море не выходит. А тогда вот Тихий океан, да? Вот тут на берегу Охотского моря строятся корабли уже, так скажем, морского класса, пакетботы. И на этих кораблях из Охотска осенью 1740 года они приходят сюда и называют гавань Петро-Павловской, как корабли были святой апостол Петр, и святой апостол Павел. И с этого момента история города и начинается. Он возглавлял Беринг и был руководителем всей экспедиции, а второй Алексей Чириков. И они пользовались старыми голландскими картами, на которых была какая-то земля нарисована в Луанадаган. На поиски этой земли до Америки добрались уже ближе к осени, и в тумане эти корабли разошлись, потеряв навсегда друг друга. И если корабль капитана Чирикова вернулся в Петропавловск, то корабль Беринга почти месяц штормом носила по океану, цингой болеют, все там порушено, и их выбрасывает к какому-то клочку земли в Тихом океане. Ноябрь месяц, у нас это уже зима глухая, они высаживаются, обнаруживают, что это остров, на котором нет ни деревьев, ни людей, ничего нет. Выкапывают в земле ямы, а леса нет, только вот плавник, который морем выбрасывает. Затягивают кусками парусины сверху эти ямы, и в этих ямах живут. Мало того, на их беду еще и происходит сильнейшее землетрясение, которое приводит к тому, что обрушивается вся эта накатанная сверху система, и Витус Берин, как руководитель, знаете, человек какого высокого ранга, живет в этой яме и говорит, когда его засыпало всей этой землей, его хотели откопать от земли, от этой, а он говорит, не надо, мне так теплее. Он от голода, от холода, шами покрытый, лишаями покрытый, умирает в этой яме. И похоронили его там, на этом безлюдном острове, который сейчас называется его именем остров Беринга. Так вот, очень долгая история была связанная с тем, как выглядел Беринг. Вот на всех, дядя, на всех исторических этих, вот такой портрет. Но когда на это смотрят, как-то, ну, не вязалось те задачи, которые решал с обликом этого человека. И когда в 91-м году совместная советско-датская экспедиция приехала на Командорские острова, на остров Беринга, вскрыли захоронение вот того, 1741-го года, единственный скелет, по которому определили, что это Беринг, там были остатки древесины. И в донесениях тех, кто выжил, было написано, что только тело Командора было на доске похоронено. Все остальные просто в земле. Не было древесины. Останки Беринга были вывезены в Москву, в лабораторию, работавшую по методике Герасимова. Профессор Звягин восстановил облик Беринга, прижизненного портрета, которого не оказалось. И оказалось, что он выглядел, конечно, совсем по-другому. И вот, когда прошло почти 80 лет со дня смерти Беринга, на Камчатке были участники кругосветных экспедиций, два корабля, кроткие и благонамеренные, и руководил Камчаткой военный моряк. И вот сидели мужики в кают-компании, и говорят, ну, вот такой человек, такие деяния, да, совершил, о памяти о нем нет. И решили, что память должна быть. Из своего кармана достали деньги, потому что в то время памятники на государственные средства не делались, только на пожертвования. Собрали полторы тысячи рублей золота моряки из своего личного кармана, и эти деньги ушли на корабле в Петербург. И там, на эти деньги, была изготовлена вот эта вот часть, вот эта вот часть памятника. Это самый старый на всем Дальнем Востоке памятник. Он установлен то ли в 1826-м, то ли в 1827-м году данных точных нет. И на нем еще была такая пределана табличка с надписями тех, кто деньги пожертвовал. И самое главное, он ориентирован вот этой, по сторонам горизонта. То есть можно сказать, что тут компас в этом памятнике юг, север, восток, запад. Так что в нашем городе, можно сказать, есть такой свой компас. Но экспедиция Беринга это только начало. Рассказ о Петропавловске-Камчатском мы, конечно же, еще будем продолжать. А в этой серии мы затронули только часть его истории. Поэтому до встречи в следующих сериях. До свидания, друзья! Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Волощук Расскажет рокер Волощук Расскажет рокер Волощук Продолжение следует...